МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Именем закона вы арестованы". -"Эдмон". -"Эдмон". -"Я хотел бы знать причину". -"Вы её узнаете. Только не здесь и не сейчас". Граф Монте-Кристо 200 лет спустя. Узник замка Телеграм. Основателя мессенджера Павла Дурова берут под стражу в парижском аэропорту Ле-Бурже. Дважды продлевают срок задержания, допрашивают почти 4 дня. И, наконец, предъявляют обвинение как соучастнику. Распространение детской порнографии, торговля наркотиками, мошенничество. Всего 6 пунктов. По некоторым из них грозит до 10 лет тюрьмы. -"В этой камере сидел безумный аббат. Тот на этом деле свихнулся. Отдавал комбинату за свое освобождение миллион. У тебя тоже есть миллион. Дуров отдает даже не миллион, а 5 миллионов евро. Но пока ему воли не видать. Павел остается под судебным надзором. Не в камере, но в жилище, указанном судьей. Страну покидать нельзя. Два раза в неделю надо отмечаться в полицейском участке. Дуров гражданин четырех стран. России, Карибского государства Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции. Дуров зачем-то получил гражданство Франции. То есть он нашел самое неудобное, на мой взгляд, законодательство. И приземлился он еще как гражданин Франции, естественно. То есть если он еще приземлился как гражданин России, мы бы еще как-то могли что-то делать. По данным Wall Street Journal, разговор о гражданстве для Павла завел сам президент Макрон на закрытом обеде в 2018 году. Взамен попросил перенести штаб-квартиру компании в Париж. Дуров вроде как отказался, но Макрон решил не мелочиться. Паспорт просто подарил. Решение было принято в соответствии с программой, позволяющей женщинам и мужчинам, будь то выдающиеся художники, спортсмены или предприниматели, привносящие новые идеи и знающие наш язык, получить французское гражданство по их просьбе. Я сделал это для господина Дурова, который выучил французский. Теперь все паспорта у предпринимателя забрали. Это большая загадка, почему он пренебрег собственной безопасностью и решил приземлиться в Париже, несмотря на то, что он действительно знал, скорее всего, о том, что там выдан ордер на его арест. Издание «Политика» сообщает, что ордер на арест выдали еще в марте, но активировать его могли прямо в момент посадки. У французских СМИ есть еще одна версия. Дуров прилетел, потому что Макрон снова пригласил его перекусить. Ешь, безумец. Я должен увидеть коменданта. Но сегодня тот самый комендант делает круглые глаза. Я не был осведомлен о визите Дурова во Францию. Франция – страна, которая защищает свободу слова. Мы – страна, где существует разделение властей и где наши правила и наше верховенство закона контролируются независимыми судьями. И вот независимые судьи обвиняют Дурова, что не поделился со страной, где любят свободу слова, данными о своих пользователях. Я думаю, что их идеальный план – это получить ключи доступа к серверам, чтобы они в любой момент времени могли зайти на сервера и получить информацию о ком угодно. Для контроля нужен так называемый «бэкдор», то есть черный ход. «Бэкдор» – это некая уязвимость, которая позволяет сторонним пользователям, хакерам, программистам, спецслужбам втайне получать доступ к нужным устройствам. И учитывая, что мы говорим о WhatsApp, то получая доступ к «бэкдору», они получали не только доступ к переписке, но и к большому количеству данных на вашем телефоне. Это доступ к камере, к микрофону, к блютузу, к геопозиции и так далее. То есть, например, войдя через «бэкдор» в WhatsApp, можно было за вами тайно подглядывать или тайно, возможно, было подслушивать. И это реальность, в которой мы сегодня живем. О продуктах, признанной экстремистской и запрещенной в России корпорацией МЕТА, вспоминает и британский парламентарий Джордж Галлоуэй. Куда больше примеров подобной отвратительной и порой незаконной деятельности приходится на долю Инстаграм. Что теперь? Они арестуют Сукерберга, если он приземлится в Париже? Я в этом сомневаюсь. Правда в том, что Павла задержали из-за того, что он русский. Павел Дуров появляется на свет в 1984-м в Ленинграде. В местный университет поступает на филологический. Там и открывает свои первые сайты студенческие. В 2006 году появляется ВКонтакте социальная сеть, которая быстро становится самой популярной в стране. РУМЕТ покоряет пёс Спотти, талисман, нарисованный самим Дуровым, для благотворительной акции. Модное виртуальное и модное реальное пространство – офис в историческом здании Петербурга. Десять лет назад сюда на экскурсию приезжает съёмочная группа «Мира». Это небольшая рекреация, где можно поиграть в приставку, посмотреть фильм. А это поощряется в рабочее время? У нас нет такого понятия, как рабочее время. Если разработчик хочет передохнуть, поиграть в игры, то он может это сделать. В офисе работают 30 программистов, но их не показывают. Нет и самого Павла, который к этому времени уже звезда. Вот запускает из окна самолётики из пятитысячных купюр. Или вот он со скандально известной светской львицей Настей Рыбкой. Опыт, видимо, неудачный. У меня была цель с ним познакомиться. Я реально фанатела от этого чувака. Я на это посмотрела. В 2014 году Дуров продаёт ВКонтакте. Но теперь у него есть телеграмм, который также становится популярным. Павел вступает в конфликт с российскими властями. Он совершенно искренне не понимает, зачем нужно государство. На самом деле он искренне считает, что пенсионер от проблемы пенсии – это его личная проблема. Если он её сам себе не обеспечивал, он не понимает, почему он должен за это платить. После отъезда из России много фото и видео из экзотических стран. Трансформация налицо. Из субтильного раны лысеющего ботаника в мускулистого мачо. Помогают тренировки пластика и наращивание волос. Работая над собой и для бренда старается, создаёт ему привлекательный имидж. Ну и вообще творит добро. Теперь Павел – многодетный отец, биологический, как донор банка спермы. За время моего донорства более сотни пар в 12 странах смогли завести детей. Совсем другой дуров – его старший брат Николай, о котором стали говорить только сейчас. Кубические уравнения начал решать в 10 лет. Выиграл три международные олимпиады по математике. Мой брат, будучи гением, смог создать стандарт шифрования, который мы используем до сих пор с небольшими изменениями. Значит, это ваш брат написал шифр? Да. Ну, у моего брата две докторские степени по математике, он очень умный. Гениальный брат, человек непубличный, говорят, до сих пор живёт в северной столице. Подробности выясняет ещё один наш питерский коллега Артур Ламидзе. Это Санкт-Петербургское отделение Математического института имени Стеклова. На сайте до сих пор значится Николай Дуров. Должность скромная. Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук. Говорят, Николай полностью потерял интерес к бизнесу и теперь сосредоточился на фундаментальной науке. Возможно, брат миллиардера до сих пор ездит на работу сюда, на Фонтанку-27. Дуров Николай Валерьевич. Всё верно. Лаборатория алгебры и теории чисел. Старший научный сотрудник. Он? Он? А как я его, честно говоря, даже не видела. А он у вас в списках есть даже? Есть в списках. Но вы его никогда не видели, я так понимаю. В живьём не видели. А так может быть, что сотрудник есть, а его никогда не видели? За границей или онлайн. Это ещё один объект. Так мы можем взять один объект AX over X. Вероятно, что именно математик Николай, а не филолог Павел и является мастером ключей Телеграма. Кроме того, есть ещё и коллективный Дуров, разбросанный по миру программисты. Сила платформы в рассредоточенности управления. Может, потому Павел и предоставил спецслужбам доступ к своему смартфону, о чём пишет Либерасьон. Как только его задержали, команда должна была отключить ему какие-то доступы, чтобы в случае чего те самые люди, которые получили доступ к его смартфону, они не смогли удалённо закинуть какие-то бэкдоры, закинуть какие-то вирусы, скачать какую-то информацию с серверов Телеграма и так далее. Я думаю, что они должны были по идее отработать эту историю. Николая Дурова Франция уже объявила в розыск, но того не достать. Спасибо за приглашение, но я не люблю лягушачье мясо. На младшего Дурова Павла давит со всех сторон. Похоже на сценарий с Джулианом Ассанджем. На основателя Викиликс иски подавали шведки, мол, занимался с ними незащищённым сексом во сне. В деле главы Телеграма появляется некая Ирина Болгар, гражданка Швейцарии, которая называет себя матерью его троих детей. В прошлом году она перестала получать от Дурова алименты 150 тысяч евро в месяц и сразу же обратилась в местный суд, заодно обвинив Павла в избиении одного из сыновей. И вот теперь эта история внезапно заинтересовала французскую Фемиду. Подключается Евросоюз, интересуется, не занижает ли Телеграм число своих пользователей. Возбуждается Южная Корея. Оказывается, на платформе есть закрытая группа, где создают порно-дипфейки с участием любого человека. И в ней аж 200 тысяч участников. Наконец, французский МИД требует проверить законность получения Дуровым гражданства. То ли сомневаются в своем президенте, то ли готовят почву для возможной экстрадиции. Очень сложно поверить, что действия Макрона не были скоординированы с Вашингтоном. США – это явно не то место, где Дуров хотел бы оказаться сегодня. Я езжу туда, где у меня есть уверенность, что эти места соответствуют тому, что мы делаем и нашим ценностям. Я не езжу ни в одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или даже США. То есть вы не ездите в США? Я стараюсь этого не делать. Всякий раз, когда я отправлялся в США, в аэропорту меня встречали два агента ФБР и задавали вопросы. Однажды я завтракал в 9 утра, и ФБР явился в мой дом, который я снимал. Это было очень удивительно. Телеграм – это очень мощное средство в руках Госдепартамента, позволяющее ему мобилизировать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 годы. А теперь не очень любят в самих Штатах напряженная политическая обстановка. Так что Дурова здесь наверняка ждут. И там уже на него будут оказывать не такое давление, как сейчас оказывают во Франции. И сроки по таким заключениям в Соединенных Штатах гораздо больше, чем в европейской юрисдикции. Может грозить 120 лет по совокупности. Они там не жадные на этот счет. И уже не важно, есть ли у тебя ключи. ФБР своих клиентов не отпускает. То ли узник, то ли заложник. Павлу надо готовиться к любому развитию ситуации. Ну а пока можно перечитать французскую классику. Что-то может и вдохновит. Словно волка меня загоняют в огне и в дыму. Только волку тому самому в пору зубы на полку. Роман Никифоров, Артур Ламидзе, Мария Солопова, Эдуард Абадзинский и Константин Джуховицкий. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова